Это программа Пионерское шоу на восьмом телеканале. Сайт в интернете. Пионерфм.ру И снова восьмой канал. Я стараюсь как могу. Вдруг в оперу возьмут после эфира. Неизвестно, куда направит судьба. Да, понимаете, нам сегодня звонили, точнее мне сегодня звонили даже наши друзья из Соликамска. Смотрят, вздят наши коллеги по радиоэфиру, партнеры по радиовещанию, потому что программа выходит не только для вас, телезрителя восьмого телеканала, в прямом эфире. В прямом эфире. Но выходит также и в записи, хотел сказать. Выходит также и в эфире радио нашей пионерской радиостанции в 25 городах. Вчера, кстати, приезжали турецкие партнеры. И в Турцию еще выходит. Да, Алания, Анталия. То есть прямо на пляже, Андрей, можно послушать и посмотреть. Врать не буду. Не сейчас, но в июнь, июль следующий, да, в июле месяце. Следующий? Да, следующего года. А, следующий. В любом случае, шутки шутками, всем здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, вместе со мной в эфирной студии восьмого канала Востанкино. Несмотря на хорошую погоду в одном городе, на плохую погоду в другом, ночь в одной части России, утро в другом, все равно здесь, а не в студии. Причем Пашка Паньков, о котором я сейчас буду говорить, чтобы вы понимали, из тех, кто рядом со мной, он в красном. В красненьком. Чтобы не перепутали. Понимаете? Павел Паньков, так он с утра здесь. Он говорит, лучше с утра к пяти утра приехать. Подожду. Чем к семи опоздать. Павел Паньков, СССР. Всем добрый день, доброе утро, доброй пионерской ночи тоже. Ну вот. Да, вот. Жаль. Кстати, ты знаешь, а да, я перебиваю тебя. Говорите. Просто сказал, что я с утра приезжаю сюда, у меня есть знакомые, которые работают в центре Москвы, и там есть подземный паркинг. Так вот, некоторые девушки, особенно девушки, они приезжают к пяти утра, занимают машины на паркинге, и с пять до девяти потом уходят на работу. Чем богаче корпорации, тем... Я вам больше скажу, у нас офис радиостанции на Софийской набережной, мы сейчас в студии восьмого канала, в Останкино, а так офис пионерской радиостанции на Софийке. И у нас собственный двор, куда мы иногда позволяем заезжать сотрудникам богатых организаций соседних. Там, скажем, небедная организация у Кремля кучкуется. Вот то же самое, что Паша сказал, представляете, в шесть-пять утра приезжает машина, в ней, да, в ней такое полуспящее тело, чтобы не парковаться платно. Чтобы на метро не приехать. А там же как-то недорогая парковка рядом. 60 рублей в час, а кому интересно, в центре Москвы везде платная парковка, стоит 60 рублей в час. Легко почитать, приехал ты на работу, или приехали вы на работу к восьми, к примеру, да? Ну или хорошо, к девяти. Рабочий день заканчивается в пять. В шесть его... Ну хорошо, в шесть заканчивается рабочий день. В четыреста двадцать рублей. Четыреста двадцать рублей в сутки. Умножаем на пять рабочих дней. Ну где-то три тысячи в неделю. Очень грубо. Но компания-то там богатая. Ну я надеюсь. Ее сотрудники могут себе позволить? Вы теперь понимаете, кто в нашей программе не жалеет ни копейки ради того, чтобы жить красиво. И паркуется только платно. И паркуется платно ради того, чтобы жить красиво. Ирина Хохлова. Здравствуйте. Всего вам самого светлого, доброго и радостного. Я тут вообще с вечера. Если Паньков с утра, то я с вечера занимаю место. Она спит на столе. Мы ее будем. Да. Вы будете ее? Так, пострадай. Я бы... Ирка, вставай. Чего? А уже накрашена. Королл спел. Вот непонятно. Уважаемые друзья, программа сегодня задалась. Еще раз, радиослушатели, не пугайтесь. Этот необычный звук связан с тем, что идет прямая телевизионная трансляция в эфире нашей пионерской радиостанции из студии Востанкина. Павел Паньков, Ирина Хохлома, Андрей Чижов. Я за вас себя сам. Тебя трудно перебить, понимаешь? Половить момент, чтобы вставить слово-то о тебе, понимаешь? Андрей Чижов. Спасибо. Наш главный. Я за вас себя сам сказал, я и вышел, да? Итак, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, сегодня программа уникальна. Ну, во-первых, мы сегодня коснемся знаменитого 90-летнего, да, юбилея? 90 лет в лагере Артек, да, мы сегодня об этом поговорим. И у нас из всех, кто был в лагере Артек, это Павел Паньков и Николай Николаевич. Николай Николаевича вы в кадре не видите, а вот Паньков в теме, он вам все расскажет. Это раз. Два. У нас сегодня в гостях та, о которой говорили. Та самая? Та самая. Знаменитая Яна. Нам потом режиссеры покажут, она уже в гримерке. Ее гримируют, логично подумали телезрители и радиослушатели. Та самая Яна, что спела песню про одинокого голубя на карнизе за окном, понимаете? Ну и другие. Не надо, если это не любят. Ну, она напоет все хиты. Мы договорились, что она 10 песен нам споет. А капелла споет. А капелла, да. Зачем гитара? Когда такой хороший голос у человека. Итак, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, как с нами связаться? Вот как с нами связаться, товарищи? Нам написать можно 5-5-4-4. А у нас есть еще бегущая строка. Мало того, что телезрители видят бегущую строку сейчас, вы видите как? Все как в 90-е, ничего не меняется. Более того, я вам сейчас покажу. Еще одну бегущую строку, да. Еще одну электронную. НТВшники у меня пытаются перекупить за миллион долларов. Не отдаю, посмотрите. Да, я уже за такие деньги, господи. Еще нарисуем. Итак, вот это наш почтовый адрес. Мало ли что, пишите, ли зрители, радиослушатели знают, куда? На сайт заходите, все найдете. У кого интернет под рукой, пионерфм.ру. Про смс еще раз, 5544, а то хохлома как-то, вот я недоверительно сказал. В начале 11. 11 в начале текста. Радиослушатели, знаете, да, что во время нашей телетрансляции у нас другой номер, непривычный для вас, хотя уже, наверное, привычный для тех, кто, например, в Нижнем Новгороде или в Перми слушает нас в эти часы, да? 5544. Ты помнишь? 5544. 11 в начале текста, после этого текст. Мы сегодня как? Вчера народ просто прям в восторге был от ваших предсказаний. Вы сегодня предскажете что-нибудь или не будем? Если вы захотите, конечно. Серьезно? Разве я могу отказать народу? Народ! Кто хочет узнать, что ждет его в течение дня? Мало ли, серьезный ответственный день. Понимаете, мало ли что. Встреча, свидание первое. Мало ли, да? Ну, да, каждый день важен. Потомственная... Как это называется? Вот не надо про меня вот это. Не надо. Глобалистка? Нет. Потомственная, яснослышащая. Ирина Хохлома. Достаточно просто написать, отправить на 5544. 11 город. Ну, так, для нас, чтобы знать, в каком вы городе живете. Город, имя и знак Зодиака. И мы про вас тоже что-нибудь скажем. Ну, а в начале я предоставляю слово. Я могу так сказать от себя? Можешь. А то мы привыкли, что водичка. Это специальная вода. А что вы туда вот из кармана достаете, сыпьете все каждое утро? Так я заряжаю, чтобы людям сегодня было счастье. Чумак курит, отдыхает в коридоре, когда заряжает. В эфире заряжает Ирина Хохлома. Заряжаю. Ну, заряжайте. Да, так вот, что я хотела зарядить, что этим летом, знаковое это лето для Артека, пионерского лагеря Артек. В 90-е лет, в 1925 году открылась эта здравница, детский пионерский лагерь. И сначала, как вы все, наверное, знаете, это была здравница для детей, больных туберкулезом. Не знаю. Да, но потом решили сделать это пионерским, как-то, общесоюзным пионерским лагерем. И с тех пор, вот, сначала, кстати, там всего лишь отдыхало на первой смене 80 пионеров. В палаточках. Да, жили в палаточках, потом в 30-е годы уже сообразили тёплые какие-то здания, стали строиться зимние. И в 60-е там появились замечательные вот эти лагеря. Кстати, Павел Паньков у нас недавно был в Артеке, он расскажет. Лагеря прибрежные, горные, янтарные, хрустальные, алмазные, которые существуют и до сих пор. Да, все эти лагеря. Девять лагерей, да. Что я хочу ещё сказать, что, конечно же, лагерь Артек – это самый главный, самый важный лагерь для всех пионеров, для всех советских пионеров, но и сейчас, потому что Артек восстановлен, возобновлён, и сейчас там юбилейная смена. Вы представляете, самые лучшие дети сейчас отдыхают в Артеке за заслуги в спорте, науке, культуре. Они были, ну, им вручена в качестве премии была поездка в Артек. Так, Паш, ты недавно там был, расскажи, что там сейчас происходит. Нет, самое главное, что снова бесплатно. Вот, бесплатно. Всё снова, внимание, путёвки для детей бесплатные. А вообще, вы знаете, сколько стоит путёвка? Нет, есть там 5%, есть 5% платных, 65 тысяч рублей стоит путёвка в Артек. Но это только, она стоит, стоимость путёвки такая, сколько тратит государство, как бы, на бесплатную путёвку. Ну, да, да, да. Всё по-честному, что называется. Да, но всего лишь 5%, остальные всё бесплатно. Да, значит, ну, что бы я сказал про Артек? Ещё бы пару лет не было бы России в Крыму, и от Артека бы ничего не осталось абсолютно точно. Серьёзно? Это правда, извини, я в преддверии рассказа Павла Ивановича Панькова, что уже пилили власти под строительство жилых комплексов там и так далее. Нет, ну, там, да, там уже поделена вся территория была Артека, и, в общем, от лагерей там не осталось ничего. То есть там какие-то старые панцирные кровати, причём всё продавалось за обещанные деньги, лагерь был коммерческим. То есть просто отрабатывали то, что ещё можно было отработать. Вот, ну, а сейчас, конечно, за год там очень много сделали, 6 лагерей уже полностью отреставрировано. А новые корпуса, ты говорил, какие-то? Да, вот новые корпуса, как бы они все отрабатывали и заново построены. Ну, по оценкам твоим лично, я понимаю, что очень тяжёлый, не строительный, ну, там, миллионы долларов туда российской... Миллиард рублей. Миллиард рублей. Ну, вообще-то у меня есть выделено около 3,5 миллиардов рублей в 2015 году, по крайней мере, на год планируется. Выделено около 3,5 миллиардов, потрачен миллиард. Не знаю, сколько потрачено, пока, да, выделено. Остальное под столом у нас здесь закрыто, вот под этой тумбой, на которой мы находимся. Итак, уважаемые друзья, кто, извините, можно вопрос радиослушателей? Во-первых, тебе уже, вам приветы летят из разных городов, в основном Нижний Новгород и Челябинская область. А, Челябинск! Челябинск, спасибо огромное! Вы в каком городе смотрите? Уважаемые телезрители А, как раньше, помнишь, шутили ОСП? 5-5-4-4-11 в начале текста, две единички. И после этого напишите, пожалуйста, в каком городе вы смотрите нашу программу, если хотите узнать судьбу свою на сегодняшний день. Вот Хохлома тут приторговывает знаками... Приторговываю, конечно, информацией о знаках. Зодиака. Для радиослушателей, которые только что включили приемники, это телетрансляция. Мы в прямом эфире, 8-го телеканала. Если у вас Триколор, НТВ+, Акадо Шмакадо, ну, в общем, кабельные сети в миллионниках. Вы знаете, как-то странно, вот в Нижнем Новгороде, я разговаривал, там мало где 8-й канал включен. Ну, то есть есть, но мало. В Москве, вот у нас, например, в Сокольниках идет в обычном режиме, то есть антенну втыкаешь. А, например, в Новосибирске, так везде повально, весь Новосибирск смотрит, молодцы. В Казань все они выключают, восьмерка прям, все на восьмерке сидят. Такая бесконечность, татарская бесконечность. Кстати, мое счастливое число 8. Да, вот я знаю, здесь... 8 детей, 8 людей, 8 тысяч долларов в час зарабатывает человек. Нет, но мне как-то сказали, что мое счастливое число 8. Вот, я на восьмерке. Ой, да, ребята, 8, встретимся в 8. Хорошо, да. Итак, из Нижнего Новгорода Женечка написал письмо, из Челябинска Денис, Танечка откуда, тоже Нижний Новгород. Миша Григорьев трется, смотрит в Москве. Миша, спасибо тебе, дорогой. Москва бдит нас тоже, телек-то ловят люди, радио-то слушают, интернет работает. Кстати, для тех, кто не может как-то картинку принимать в интернете, также работает плеер на сайте pionerfm.ru, все работает, ничего не меняется. Друзья мои, любимые, у нас скоро гости, но у нас есть о чем поговорить, в частности, об артеке. Раз уж люди написали про знаки с диаком очень быстро, про Танечка была первой, про рака, что это скажете нам? Я могу сказать, вот я вижу прямо по списку овин, да, кто у нас там, Женя. Сегодня вам понадобится большая собранность и пунктуальность, и от этого будет зависеть успех задуманного на сегодня дела. Как и вчера, собственно говоря. Нет. Годы идут, почему-то меняется. Что еще у нас там? Значит, Нижний Новгород, Овин. Дождите, а рак-то был? Рак сказали. Нет, это был Овин. Овин, да? Значит, Танечка, рак тогда. Всем ракам сегодня нужно на задний план отодвинуть мозг и прислушаться к интуиции. Вот это очень важно. То есть тоже ничего делать не надо сегодня? Нет, нет, нет. Ничего думать не надо. Нет, думать не надо, просто что подсказывает вам сердце? Вот во всех вопросах, которые сегодня вам нужно будет решить, прислушивайтесь к интуиции. А что подсказывает мое волшебное ухо? Не все телезрители знают, что у меня есть секретное ухо, по которому я получаю все шутки, весь юмор, все, что я говорю, шучу благодаря ему, этому уху. Нам сейчас режиссеры покажут Яну. Уже показывают. Уже показывают, не в кадре пока. То есть мы это видим. Вот, уважаемые. Радиослушатели не видят. Мы сейчас видим здесь в студии 8 канала Останкин. Мы видим нашу гримерку. Вот эта певица Яна. Где-то там она вообще фокусами занимается. Где-то там у нее тот самый одинокий голубь. Сейчас из рукава такой. В сумочке карниз. Вон хвост торчит. Да, в сумочке карниз. В общем, она все принесла, весь реквизит. И карниз, и голубя. И карниз, и голубя. Весь реквизит, который необходим для хита. Второй хит. Не надо, если это не любовь. Я думаю, она споет там. Что пьет Яна, ты узнаешь через 5 минут. Она в кадре что-то еще и выпивает, успевает. В общем, человек талантлив во всем. Не обманешь. А очки украдены у тортилы, черепахи. Ну, в общем, вы сегодня все увидите, все узнаете. Зрители 8-го канала, слушатели самой пионерской радиостанции страны. Ну, а пока спасибо огромное за смс-послание. Друзья мои, если пишите смс-ки в наше шоу, мы же в прямом эфире. Да? Да, да, да. Если пишите 5-5-4-4, вот сейчас бегущую строку я запущу, сейчас на специальный кнопку, полетит. 5-5-4-4, в начале текста 11. Ребят, указывайте, пожалуйста, город, откуда вы, из какого вы города. Ну, Нижний Новгород, я сразу понимаю, что это вы. А остальные, дальние города и Веся. Пишите, мы заодно похвалим, понимаете, Хабаровск, Казань, Чита, мало ли хороших городов в стране, кто смотрит нас. Владивосток, вам еще раз привет передали вчера. Очень спасибо. Владик, мы, говорит, во Владике смотрим, единственная радость, вы, говорит, и Малахов на первом. Говорит, но так как первый плохо ловят сейчас, в последнее время, восьмерка берет идеально. Говорит, смотрим восьмой канал. Многие шарят, я говорю, шарят, знаешь, как люди, вот сосед мне подошел на улице ко мне, подошел сосед наш, живет по дому со мной. Говорит, я, говорит, вот по каналам так же шарил, шарил, смотрю, говорит, яркая, интересная картинка. Парень в красной какой-то, в футболке знакомый, ну и ты рядом. Со стразами. Со стразами, понимаешь? А что, только Геркору можно трусы со стразами носить? Нет! Дай, говорит, займы, ты же в телеке. Да, ты же в телевизоре работаешь, дай в долг 500 рублей. А давайте спросим, где отдыхали наши зрители и слушатели, в каких пионерских лагерях, коль мы затронули Артек. Мотала жизнь тебя, уважаемый радиослушатель. Мы с ним, радиослушатели, простились с нами. Прости. Улетели. Ушла жизнь. Все, реклама началась. И хорошие песни рекламы. А телезрители, к вам тогда обращаемся. Ну там пауза у нас в радиотрансляции, потому что должна пройти там пару песен рекламы. А телезрители нас видят восьмого канала. Восьмиканальники! Вы знаете, привыкли люди-то уже к программе. Годы-то идут. Сегодня... Зависимость уже. Двенадцатая или тринадцатая передача? Тринадцатая. Я считаю только до десяти, а дальше уже много. Тринадцатая. Дальше уже много. Только римскими цифрами. Вы привыкли к нашей передаче? Уважаемые друзья, в каких лагерях мотались срок пионерский? Имеется в виду, конечно. А то напишут сейчас, кто где мотал. Кстати, вы знаете, что в Артеке введена форма теперь для каждого. Ну, ты, наверное, знаешь, да? Ну, Паша... Нет, а форма там была только, когда мы там были. Она была в одном экземпляре всего. Нет, специальная форма. И у каждого ребенка будет две-три футболки, шорты, брюки, ремни, кепки, кофточки, куртки. В общем, всего очень много. Хочу в Артеке. Да, да. И очень красивая форма. Я бы хотела, кстати, посмотреть. Ну, конечно. Опять Юдашка? Боска в чужие же делали. Да, да, да. Боска. Боска с Моска? Да. Из Москов? Боска из Москов? Из Москов? Итак, были ли в лагерях? Мы как-то эту тему, темы этой касались. Я забыл, что вы рассказывали. Я поэтому имею право, так как у меня память плохая и зрительная, и такая, спросить наших, моих коллег Павла Панькова. Самое яркое воспоминание из лагерного прошлого, Паша, мы в кадре. Я все время сбегал, Андрей. Самое яркое воспоминание. Да. Не любил лагерь. Ой, посмотрите, Яна нам машет, машет, а мы не обращаем. Приходи уж. Это не кошмар, на улице Вязов показывают фильм. Это певица Яна, и те самые очки из мультика про львенка и черепаху. Видите, они снимались в мультфильме, теперь их носит Яна. Ну, в конце концов, раритет, такое бывает раз в жизни, и то не у каждого. Яночка, мы тебя вообще-то ждем здесь. Я надеюсь, ты нас слышишь. Да, через 10 минут. Ты, конечно же, девчонка красивая, но хочется видеть тебя воочию. Андрей сегодня пособенный, добрый, да? Да, он какой-то очень душевный человек. Сегодня праздник. Расскажи про лагеря, где ты был. Отбывал хотелось. Да, я был в одном лагере, который назывался Маяк, в Москве. Я туда все время три дня, я думаю, пора мне домой. А мне так нравилось. Ребята, пишет нам письмо Илья из города Городец. Илюха, я прочитаю твое письмо как родного. Он смотрит нашу трансляцию. Был в Артеке в 90-е. На второй день сломал ногу. Ух ты. И всю смену пролежал в больнице. В общем, лагеря не видел. Ну вот не повезло. Вообще, по несколько паристов, а? Не повезло. За халявой, как говорится, полез, ногу сломал. Из Нижнего Новгорода спрашивает храбрый Гал. Прости, но нас смотрят только такие, ребят. Замужем ли ты? Может быть, это радиослушатели прилетело? Мне прямо рассказывают свою биографию. Подожди, этот вопрос я задам тебе, когда радиослушатели вернутся. У нас сейчас пока телетрансляция идет. Ну, хорошо. У радиослушателей короткая реклама. Друзья мои, мы сейчас встречаем Яну. И я все-таки от вас бы хотел услышать о ваше лагерное прошлое. Белоруссия? Ну да, я же все сознательное детство прожила в Белоруссии. Как 7 лет девочку искали в пущей. Я была в Зубрионке. А Зубрионок, это один из, вот наравне с Артеком, с Орленком, с Океаном. Это в Белоруссии очень тоже знаменитый лагерь. Там было очень хорошо. Мне вообще очень нравилось ездить в пионерские лагеря. Еще я была в Солнечном береге, в маяке. Здорово. Только самое приятное мне. Поездила? Поездила, поездила. К сожалению, в Останкино нельзя проносить оружие. А кто бы я сейчас, Курзламе, бы... Ну что? Поведу, что ли? Все свое детское, всю свою детскую зависть бы... Как это сказать? А ты что, тебя не возили в пионерские лагеря? Меня мотало, я по спортивно-трудовым лагерям шуровал. В 6 утра подъем. Я, кстати, был в лагере, знаменитые воспоминания. Замечательные воспоминания. Во время фестиваля. Помните, был фестиваль молодежи и студентов, который назывался «Катюша». 1985 год. Я старый. 1985 год. И вот во время этого фестиваля «Катюша» нас в 6 утра... Это не шутка. Детей, сколько мне было лет, легко посчитать, если сейчас 41. Нас детей в 6 утра разбудили. В 6 утра, вы представляете, одно дело в Останкино ехать на грим в 6 утра. Увидеться с такими красивыми людьми. А просто вот так, да? На работу. Как наши режиссеры, гримеры. Операторы. Операторы. Одно дело, понимаете? А другое дело в 6 утра. И что сказали? Сказали, ребята, вы отправляетесь на поля, так как в Москве, как сейчас помню, нужна редиска. В Москве не хватало редиски. Это был пионерский лагерь? Спортивный. А, спортивный. И нас на сбор редиски. Вот мы с 6 до 10 утра собирали эту редиску. Жрать хотелось так, урчало в животе. Ели бы редиску. Да, мы ее мыли, знаете, вдоль канавки. Мыли вот в этой воде, грязнючка такая была. Тут же ее жевали. Вы же понимаете, что детский организм все может переварить. Больше грязи толще морды, хотел сказать, Паньков. И сказал, понимаете? Мы буквально, у нас через 5 минут возвращение в радиоэфир. Уважаемые телезрители, простите, многие только что включили телевизоры. Шарят, шарят по каналу. Вдруг мы? Никуда не переключайте. Потому что у нас еще 40 минут. И это круче, чем Дом-2 даже. Извините, потому что никакого монтажа, никакой склейки. Все в прямом эфире. И мы сейчас увидим... Уже идет нам Яна. Мы сейчас увидим, режиссеры нам покажут прямые коридоры Останкина. Прямые коридоры Останкина, где мы увидим, как ведут к нам Яну. Два охранника, собака. Немецкая овчарка. Да, немецкая овчарка. Вот, смотри, нет. А, вот она дефилирует. Как раз, кстати, пока нас в радиослушатель не слышат, не слышат, мы видим, как Яна заблудилась. Помните, как в фильме? Люди! Кто так строит? Кто так строит? Но, при чем, что у нее в руках? Да то, чтобы это снимали в северном здании, Андрей. В соседнем? В соседнем, это не здесь снимали, конечно. Вчера утром причем. В руках у нее... А пока Яна идет, вы знаете, что одна девочка 11 класса прочитала за год 789 книг. Псалмов? Нет, обычных. В среднем за день три книги. Ты когда-нибудь читал Чижуфу? Три книги за день. Легко. Запои бывают разные. Ее зовут Карина Лобанова. Карина, Карина, белые кораблики, белые... Ты собираешься встречать Яну? Мы собираемся встречать Яну. А я, да, хотела сказать еще про Артек, если пока у нас есть время. У нас есть время пока. То всего до 2020 года Международному детскому центру Артек выделят 22 миллиарда рублей. Я хочу работать в Артеке. Да. А, кстати, вы знаете, как отбирают вожатых в Артек? Это же не просто так, пришел я и стал вожатым. Есть специальная школа, Международная школа вожатых Артек, куда набирали людей до 20 марта 2015 года. И вот сейчас люди, которые успешно прошли обучение, они сейчас вожатые в Артеке. Туда отбор очень серьезный. Я думал, как обычно, за деньги. Нет, нет, нет. Друзья мои, радиослушатели пока не слышат. Яна! Доставку, подожди, пока проиграй. Здрасте. Здравствуйте. Рада видеть. Ты прости, ты не видела наших предыдущих шедевров. Мы тебе сейчас споем. Можно я запомни? Ну, спой, спой. Пока не слышат телезрители, радиослушатели, пока нет трансляции. Говорит, можно чуть коньячка, говорит Яна. Она говорит, ну, Пашка, только кофе, да? Только вода, Андрей. Только вода. Потому что кофе тоже, извини, денег стоит. Итак, песня, мы тебе предлагаем спеть альбом, Ян. Целый альбом. Конечно, первым треком идет «Одинокий голубь на карнизе за окном». А дальше? «Одинокий страус на карнизе за окном». «Одинокий дятел». «Одинокий дятел». «Одинокий ворон». И дальше все, что в ритму там. «Дрос», понимаешь. И даже... «Одинокая перепелка». «Одинокая перепелка». А там гармонию надо менять. Друзья мои, мы через две минуты влетаем в радиоэфир, но пока для телезрителей та самая певица Яна. Очень модные очки, я не знаю, где ты одеваешься. Да, идут. Говорят, этот рынок закрыли, но, судя по всему, нет. Певица Яна в прямом эфире нашего пионерского шоу. Яночка, здравствуй. Да, здравствуйте. У тебя работает микрофон? Я не знаю. Я знаю, да. Вот, слышно, не слышно. Это вам вода. Раз, раз, раз. Спасибо. У нас очень дорогой кран. Она заряженная. А ты знаешь, можно эту воду где-то пьет Малахов, Андрей. Или... Отстань ты от людей уже. Или Познер Владимир. Понимаешь? Где-то так же вот этот же кран, он по останке идет. И сейчас в это же время Владимир Познер тоже. Янка пьет. И я пью. И так раз, весь стакан как оглушил. Мурат, мы давно тебя не видели. Причем, извини за банальность, вот я тебе скажу, мы не видели тебя давно с точки зрения артистической. Мы реально давно тебя не видели. И я тебе еще даже добавлю, пока ты молчишь, я надеюсь, ты так всю программу просидишь, а мы, наконец, дашь нам возможность что-то высказать. Рассказать, конечно. Мы тебя еще и не слышали давно. Когда последний раз? Дальше додумай сама что-нибудь. Ну, последний раз я недавно выступала, я сейчас работаю. То есть я возвращаюсь, даже, можно сказать, вернулась на сцену, но пришла уже с новыми песнями и с новыми мыслями. А вот после этого оглушительного успеха, а где потом ты была? Все же скучали, не знали. Подождите, военно-москвы. Не отвечайте, подожди, не отвечай на этот компрометированный вопрос. Три, два, один, ноль, пятнадцать, семнадцать, двадцать девять, на всякий случай, радиослушатели 25 городов подключились к нам, уважаемые радиослушатели самой пионерской радиостанции страны. Наше пионерское шоу из студии Восьмого канала в прямом эфире из Останкина. Продолжается. Тут аплодисмент. Продолжается. У нас сегодня в гостях певица Яна, та самая, которая спела знаменитой, вот телезритель видит ее в кадре, радиослушатели слышат ее в кадре, та самая, которая спела песню знаменитую «Одинокий голубь». Но у нас на пионерской радиостанции играет еще песня «Не надо», так она называется, правильно? Да, да. И еще какой-то третий хит, я уже забыл. Хорошо. Как хорошо, что-то там туды-сюды, как хорошо, сюды-туды, там хит просто сумасшедший. Не надо хорошо. У тебя плоти получается. Яна, тебе надо было альбом называть не «Голубь», как ты называла его. Хорошо. Хорошо. Хорошо, не надо. Все хорошо. Не надо. Не надо, голубь, хорошо. Не надо, голубь, хорошо. Так, итак, мы спрашивали за кадром, радиослушатели не слышали, огромная армия радиослушателей, миллион человек только в интернете слушает нас. Скажи, пожалуйста, мы тебя лет 7, наверное, или 8 не слышали. Мы знаем из интернета, что ты умеешь рожать, что ты родила дочку, красавицу. Расскажи, как это было. Прям процесс? Ну, я не знаю, что прочитать. Прям процесс, да. Как давно это было, сколько лет, и говорят, что ты бросил карьеру из-за дочери, потом ходят, слышишь, у тебя какой-то муж, директор рынка, богатый, он тебе сказал, я тебе куплю Мерседес, только ты не поешь, ты моя навсегда. Ты сказала, нет, Мерседеса мало. В общем, короче, денег у него не хватило. Так вот ты уже все рассказала. Мы спешили. Вообще легенда, легенда. Я тебе тоже прям новости. Это легенда из интернета, товарищи. А, помните, теперь слово Яне, простите. Да, конечно. Я родила ребенка, действительно, это было так. Жалко, а ты как не забываешь девочку? Дарья, дар божий, я считаю, и, в принципе, наверное, вовремя. Потому что, ну, популярность хорошо, но, сами понимаете. Семья дороже. Но спокойствие, да, спокойное состояние, когда ты выходишь из дома, идешь, спокойно ходишь, это тоже прекрасно. Конечно, как сказала Мерина Монро, карьера не погладит по голове, когда ты болеешь, да, и когда тебе холодно не согреет. Поэтому правильный выбор, я считаю. Почему, нет, я хотела сказать, почему я возвращаюсь, потому что я чувствую такое, что надо, что людям нужна музыка. И раз, как бы, я стала такой популярной когда-то, значит, кому-то это нужно, да. И сейчас я занимаюсь как раз написанием музыки, и стараюсь, хочу принести что-то в этот мир. Может, какие-то есть сейчас уже, да, какие-то? Яночка, а вы можете чуть погромче говорить? А что, меня не слышно, да? Я тебя плохо слышу. У меня одно наушник, которое у нас пластмасса. Вот, потому что вы так мило общаетесь, девочки. Ну да, мы сделаем. В своей волне. У них кофе-хаус. Нас слушают еще и телезрители, понимаете? И радиослушатели на связи. Самая пионерская радиостанция страны. Говорят, у тебя какой-то, намечается плотный гастрольный график, и прилетел СМС, как тебя ждут на Урале, Пермь, города Пермского края ждут тебя. Яночка, с возвращением на эстраду. Можно смело сказать, давайте так, что сегодняшняя программа, наша сегодняшняя телевизионная эфир на восьмом и в эфире пионерств, что это первый шаг... Возвращению. Да. На большую сцену. Ну, один из первых шагов, я бы сказала. Ну да, я делаю все постепенно, да. Я не тороплюсь никуда, поэтому как это будет все развиваться, я не знаю. Но самое главное, мне кажется, это музыка. А потом уже, как бы, какая я, что, как я жила, что я делала. Главное настроение хорошее дать всем. Яночка, дочери 14, 12, 15 лет. Так вот дочь уже выросла. Да, дочь выросла, а мне надо работать. А она поет? Да, она поет, но она поет народный фольклор, потому что, ну, я считаю, наша страна, да, то есть надо развивать как-то культуру. Во-первых, это дыхание и все остальное, да. А дыхание, по-моему, у этой, у дихо. Дыхание жизни. Скажи, какие мысли были? Мне, правда, интересно, друзья мои, представьте себе, сумасшедший успех, этот голубь твой разорвал страну, потом песни не надо, потом вот это вот. Хорошо, хорошо, понимаешь? Потом не спеши. Да, не спеши, хорошо. Сидит вся группа, весь камеди-клаб сидит и завидует тебе, и ты понимаешь, что ты звезда, и вдруг вот это осознание, все, я рожаю, я ухожу в семью, и вот проходит год-два, ты как-то следишь за шоу-бизом, и вот это, что внутри тебя? Ты думаешь, я, наверное, в эту историю уже не вернусь, или нет, наступит момент, и я докажу, что я еще... Нет, наступит момент, да, я вернусь, вот именно правильно. Только 15 лет прошло, да, получается? Ты вот 15 лет думала бы... Ну и даже интересно, как это, из невозможного сделать возможное, чтобы даже для людей... Нет, ничего невозможного, мне кажется, было бы желание, да. В интервью у Деброва Николай... Самое главное быть профессионалом, все. Согласен. В интервью у Деброва Николай Владимирович Фоменко, я так пересматриваю, конкурент... Ты на отчество, с отчеством Фоменко Николая Владимировича. На всякий случай, мне с ним еще работать, мало ли что. Ну, взрослый человек, может быть. Сказал, что талантливому человеку с щелчком пальца можно 5, 7, 10 лет отдыхать, потом в любой момент вернуться на сцену. В любой момент талантливый. Я в первый раз такое слышу, интересно. Вот ты с этим согласна? Да, согласна. То есть ты можешь написать снова хит, снова «Одинокий страх». Я не знаю, как хит, я пишу то, что мне нравится, делаю то, что мне нравится, исключительно. А что сейчас нравится? Вот что греет? Вот флешка, вот что мне нравится. Нет, что вдохновляет в основном на написание песни? Да, люди, общение, ну все, все вокруг, да. Вот флешка, да, с новой песней. Ты меня, побей меня, подожди, побей меня после программы. Просто флешка шла бонусом к очкам. На рынке. Товарищи, вот эта флешка, с которой начнется карьера певицы. Продолжится карьера певицы. И я сейчас ее на ваших глазах, веревочка только останется, я ее съедаю. Да ладно, нет. И вы ничего не узнаете. Друзья, просто мы очень сильно переживали, придешь ты или нет, с учетом того, что ты очень известный человек, звезда, действительно. И Пашка Панькова... Пропащая звезда, как бы не видно же было. Да, и Пашка Панькова сегодня нервно, стоя у подъезда, ожидая тебя, сказал, можно я хоть что-нибудь у нее спрошу? Конечно. Спроси же, пожалуйста. Все, спрашивайте, что хотите. Или попрошу. 500 рублей займешь, короче? Да, да, да. Я запахну. Какие у вас были смешные случаи? Традиционный вопрос. В вашей жизни. Да, в вашей жизни. Говорят, что у тебя муж богатый... Извини, пока Пашка готовится, все-таки набирается храмов. А вот так тяжело интересует тема богатых мужей. Да, вот говорят, что у вас был богатый муж, вот директор рынка. Ну, серьезно, не шутка, я нашел в интернете. Нет, у меня муж был военный, совершенно не богатый, а обыкновенный хороший человек. Почему был? Разошлись? Ну, мы разошлись, да, разошлись. А причина какая? Не любовь? Ну, когда вот и живают люди себя, да, то есть они переходят в другую стадию, то есть надо развиваться и дальше идти. Андрей, называется это не цехлись характерами. Традиционный, не цехлись характерами, понимаешь? Нет, все по-разному, всех называется. Характером мы как раз сходились, мы дружим, все пообщаемся. Это обычно в суде это. Не цехлись характерами. У вашего опыта! Тут люди с опытом, понимаете? То есть у вас как бы был такой творческий тандем с мужем? То есть он твое творчество принимал, или как бы наоборот, далеко от музыки, может быть, из-за этого? Ну, он не музыкант, может быть, может быть, как-то и так, я не знаю. Я не могу даже ответить на это вопрос, только время уже прошло. Слушая аранжировку, он говорит, вот здесь выстрел нужен. А нет. И не... Нет, он это не понимал, конечно. Он же военный. Я об этом и говорю, на это и намекнул ведущий эфира. А в чистом поле система ГРАД. Да. Вот что надо петь, сказал муж, Яна не согласилась и ушла. А в чистом поле. А я вот, мне интересно, с чего вот тогда все началось? Вот как это произошло? Откуда голубь прилетел? Ну, голубь я написала, что, по-моему, в 96-м году. Давайте не будем о старости. Да, да, да. А вышел он в 98-м. Просто так сложились обстоятельства, звезды. Вот попало в нужное время, в нужное место. Это в нужный час. Вот самое первое, вот нужное место, куда попало. В Останкино. А, в Останкино. Здесь же все. Да, да. Все на карнизе, вот в Останкино. В Останкино и вот обратно. Вот за этой стенкой окно, куда стучался голубь я, ребята. Здесь будет прибито вот эти часы с цифрой 8, мы снимем. Уважаемые радиослушатели, мы ведем прямой эфир из студии 8-го канала, поэтому такой необычный звук. В эфире нашей пионерской радиостанции. Сегодня Яна в гостях, Павел Паньков, Ирина Хохлома, певица Яна. И Андрей Чижов. Спасибо, Паша, узнал парень. А ты вчера собрал стричься. Кстати, мой вопрос. Очередь была. Уже пора, пора. Очередь. Очередь, не смог. Слушай, а если вообще не стричься, это как Анжела Древес такой. Может, сынок пригласят. У нас вообще, вы знаете, хотите, давайте так. Я вот сейчас этот вопрос задам, Яна, потому что мы с тобой знакомы. Я знаю, что в твоей жизни происходит, что скрывать, ля-ля-ля. Но при всем при этом, ты же внимательно следишь за тем, что происходит за границей, как у них. Насколько я знаю, судя по тому, что в твоем телефоне вбита по шестным номерам на Б Бритни Спирс, ты в теме жизни иностранной. Ты считаешь, что талантливому человеку все-таки легко вернуться просто за счет таланта? Или пробиться? Вот у тебя второй уровень, ты сейчас по второму разу, да, получается, входишь в шоу-бизнес. Или как было сложно, так и осталось? Ну, я думаю, что все равно все сложно. И так, и так. Даже с твоим опытом. Да, это должен быть какой-то случай. Опять связи налаживать надо какие-то нужные. Когда не знаешь никого, ты идешь, ты не понимаешь. То есть у меня не та ситуация, когда там богатый муж, родители. То есть я все сама делаю. Делаю как бы медленно, может быть, но верно. То есть и если бы я, наверное, не писала бы музыку, я бы не пела бы никогда. С кем из продюсеров, может быть, Игорь Матвиенко или там крутой, с кем удалось бы вообще? Или ты все сама делаешь? Я сама все делаю, музыку пишу, нет, я ничего не прошу, и как бы все сама, все. Ой, ребята. Все свое ношу с собой. Вот флешка еще раз. Во времена еще Голубя того, были же, по-моему, музыканты какие-то рядом, или я что-то путаю? Разбежали, да, ребят. Музыканты, была группа, но они как бы более сессионные, что ли, музыканты, назвать, если кто-то разбирается в этом. Ну да, мы разбираемся. Друзья, нечего, что я сменю тему? Да, сменю. Да, конечно. Футбол смотрели? Короче, сейчас. Да, Фабио Капелло? А тебе, да, по поводу вот сейчас на Фабио Капелло вообще не сидит. Так вот, друзья мои, пионерское шоу называется «Пионерское шоу», поэтому я набираю смелости, сейчас подышу чуть-чуть, набрался смелости спросить, ну, за тобой-то уж точно пионерское прошлое? Да. Певица Яна в гостях у нас, телезрители и радиослушатели. Мы сегодня празднуем 90-летие лагеря Артек. Помотала судьба? Была в лагерях? В лагерях была, в Артеке нет. Была. Ну, легкие воспоминания, ностальгия сейчас, знаешь, сколько... Путь готов, всегда готов. У нас тоже, знаешь, и... Утренние линейки. Да, да, да. Вот какие у меня воспоминания. А ты была рядовой пионеркой или, может быть, председатель совета отряда, председатель совета дружины? Председатель совета отряда была. Вот, я ж чувствую. Не знаю, каким образом я там оказывалась. Флаг поднимала в линейке? Да, поднимали. Она наверняка же побеждала в конкурсах детской художественной самодеятельности. Было же такое? Я не скажу, что я прям вот так вот участвовала. Ну, участвовала, но я никогда не старалась где-то впереди быть. Певица Яна, ты где родилась? В каком городе? В Москве. В Москве. Лагеря подмосковные были в основном. Сочи. Родители... Сочи? Смотри, я смотрю, загар остался. А я как раз из Сочи. Сочинский. Одна, правда, одна рука, потому что тогда, по-моему, безрукавочка, да? Была на гастролях в Сочи, приехала. В лагерь как назывался? Вдруг кто-то был в... Альбатрос лагерь. Альбатрос? Альбатрос, да. Какого-то медицинского... А мы с тобой соседи! Ты в чате, что, Андрей? Ахун, по-моему. Малая Ахун. В моем доме не выражаться. Малая Ахун. Ничего, ничего, все еще впереди. Будет и большой. Попадется большой в жизни Ахун. Ничего, нормально. Все будет хорошо. Раз ты москвичка, в коем-то веке? В коем-то веке? У нас только одна из Минска. Да, я родилась в Минске. И горжусь этим, родилась в Минске. Пойко уже тоже москвич, на удивление. Почти. Почти москвич, но ничего. Ну, нет, ну я же 20 лет тоже москвичка. Тогда черта. А сейчас... А долгопа? А сейчас уже долгопа. Теперь прописка-то московская. И что вот? В школе какой училась? Сейчас москвичи смотрят в кабельные сети, восьмой телеканал, слушают пионеры по интернету, огромное количество приложений для андроид, для айфона. Если что, все есть на сайте, скачайте pionerfm.ru. Певица Яна в гостях. В какой школе училась, Яна? А, на проспект Вернацкого, на метро университет. Да ты что? У меня папа там квартиру поменял на черта, но мы с тобой могли быть знакомы, глядишь, судьба бы свела... Улица Строителей знаменитая. Третья улица Строителей. А представляете, свела судьба Чижову Андрюху и Яну. И банда Андрюха с Яной, и одинокий голубь, ну что ж ты страшно, и понеслось, и как поехала, и была бы группа, и сейчас как... Так еще не поздно. И Ева больно бы с этим, с Юркой Кучерямом бы не состоялись никогда. Мы бы с тобой были два гостя из будущего, понимаешь? И вот, ну не так, и повезло тебе, Юрка. Вы были бы Андрея Засладцев. Это только потому, что мой папа поменял квартиру, в черта на уехал. У Сачев бы не было бы у тебя шансов. Вот так. У Сачев бы не было бы у тебя шансов. Да. Что делать? Строим. А я, кстати, была в доме, где снималась Ирония Судьбы. Мне показывали эту лестничную клетку, но это не улица строителей была, это, естественно... Это лестничная клетка Восстанкова. Бескудникова, Андрей. Снималась. Ну не столь важно. Напоминаю, певица Яна в гостях. У нас время летит, как 40 минут программы в эфире. Это было просто телезрителям. Еще раз, давайте поприветствуем телезрителей. Скажи, у нас есть, у меня такой есть козерный вопрос. Из воспоминаний ты очень много гастролировала. Это, понятно, была супер популярна песня. Ты, наверное, и премии, и граммофоны, всякие МТВ. Это все ты получила. Это понятно. Скажи, из гастрольных воспоминаний того времени, то, что сейчас уже сквозь годы кажется смешным, какие-то яркие концерты, быть может, что-нибудь повеселенность, взбодри. Где-то утро, где-то вечер. А тебя еще надо бодрить? Ну я должен от кого-то заедиться. Я же не могу ее потрогать. Я уже боюсь. Вы ближе. Хохлома, потрогайте Яну за меня. Ну это настоящая. Водитель, помнишь этот анекдот? Проверить. Когда Борман сел в машину в персональной автомобиле и сказал водителю трогай. Водитель потрогал, и они поехали. Яночка, надеюсь, вас не надо трогать, чтобы мы поехали. Нет. Яркие воспоминания, что то, что сейчас, вот внимательно этот вопрос, не пропусти мои слова, то, что сейчас уже кажется смешным, но тогда это было серьезно для тебя и так далее. Ну у меня такого нет. Спасибо за ответ. А в то время поклонники одолевали? Наверняка, когда пришла популярность, появились фанаты. На что покупался народ? На голос? На внешность? На хиле неизвестно. Вообще на все, наверное, вместе, как обычно происходит. Но самое интересное, что спокойной жизни не было такой, которую я сейчас прожила. Она просто прекрасная жизнь у меня. Что же не на спокойной жизни? Это что, маньяки? Нет, ты выходишь, тебя знают. То есть ты приходишь что-то покупать и говоришь, дайте автограф. То есть тебе это задрожало? Мне это не нравилось, не нравится. Я, конечно, сниму очки, но за этого можно... А! Майкл, Майкл, Майкл! Майкл! Канал не заплатил за это. Знаешь, как Джекс? Поэтому никто не может до конца меня вспомнить, потому что у меня всегда какие-то разные прически, то есть парики, я все время меняюсь. Мне это нравится. Ладно, я покажу вам. Да. Сейчас вы увидите Ваню Урганта. Скажи, ну а в какой момент, то есть ты понимала, что узнаваемость огромная, в какой момент мы, знаешь, мы разговаривали с Сашей, Сашей, прости, Пряников, я расскажу эту историю, я думаю, это не секрет. Сашка была долгое время звездой этого музыкального канала Мост ТВ. Да, она Мост ТВ, мы встречались. Ну, по единственной, я в курсе, он сказал, я с ней встречался. Я надеюсь, вы встречались по работе. По работе, да, программа была. Встречались по граммам. Сашка вел вот шоу, я спросил, Саша, в чем секрет популярности и узнаваемости, у меня два знакомых, просто с которыми невозможно было по улице пройти, невозможно. Это Unreal, как говорят иностранцы, это был как раз вспомненный нами Николай Фоменко и Пряников. Но у меня вопрос, им нравилось вот это вот? Вот это я не знаю. Я думаю, что Сашке нравилось, хотя и напрягал, но не столь важно. А мне кажется, люди, которые изначально идут, быть известными на сцену, они подсознательно все равно хотят успеха и хотят, чтобы их узнавали. Иначе зачем бы они туда шли? И вот Сашка сказал, что я понял, что карьера, как бы вот, что пошла на нет, когда перестали узнавать в магазине, в метро можно было поехать, в автобусе легко, то есть люди уже не подходили, ничего не говорили. У тебя в какой момент ты поняла, что все? Ну, когда я сказала ходить в спортзал, приходила и спокойно ходила, то есть вот перекрасилась блондинку, да, потому что у тебя была темная. Не бросались больше? Нет, не бросались. И, в принципе, это тоже комфортно. Как одно мгновение, да, раз, и нету клипов в кадре, и все, у тебя нет. А почему вот про людей, вот, да, почему они приходят? Я, допустим, шла, но я просто умею это делать, мне это нравится, мне нравится писать музыку. Ну, папа хочет задать это людям, правильно? И мне хочется задать это людям, да. Ну, естественно, люди тебя начинают занимать. Но в то же время я тоже себя люблю, что как бы мне нравится и моя жизнь, и такая, и такая, но я сейчас готова работать, поэтому я здесь. Ну, отлично. Ребеночек взрослый уже, и как бы готова дарить радость, солнечное настроение. Скажите, мы не знаем, вот, Павел мечтал всю жизнь беть, или хотя бы, он не умеет играть на гитаре, но хотя бы с ней стоять на заднем плане. Я просил Юрия Антонова, отказал Антонов, значит, я просил группу Би-2, тоже не взяли. Яночка, вдруг у тебя карьера пойдет, вдруг тебе на какой-то концерт нужен будет человек с гитарой сзади, он не будет портить. Пожалуйста. Он просто будет... Возьмите Павла с собой. Не проблема. Он может и на клавишах. Могу на клавишах. Нет, он в теме, что я там черный цвет, то есть парень в теме, возьмете в проект? Конечно, можно. Скажи, ты, часто артисты предлагали какие-то, либо песни написать, обращались, да, напиши что-нибудь, хит какой-то, да, можешь ли ты написать не себе, а другому человеку? Кстати, не каждый может это сделать. Вот ко мне, например, Дмитрий Маликов обратился один раз, говорит, можешь мне прикольную песню написать? Я мучился, мучился и не смог. То есть написать другому человеку может только Матвиенко в нашей стране. То есть тебе не пришло в обыкновение? Да, только Матвиенко. Ну да, же надо почувствовать, кому ты пишешь, да, для кого-то. Надо прожить. Все хиты Пугачёвой я написал, мог бы сказать я, но это было бы враньём. А что у тебя? Ты видишь себя в дуэте с кем-то? Сейчас очень модно. Тимати спел с этим, с Лепсом. С Лепсом. Или наоборот, Лепс спел с Тимати. Про дуэты я ещё пока не думала, но песни я пишу. То есть я спокойно могу писать, ну, так получается, что у меня разные стили, то есть спокойно могу написать песню, но мне всё равно нужен какой-то контакт, чтобы человек понять, да, его, да, почувствовать, и тогда мне приходит это всё. Потому что я сама иногда не понимаю, как это происходит. А вот если Яна, оп, Яна, оп, напиши чужого хип-хоп, ты хип-хоп пишешь, короче? Ну, хип-хоп, пожалуйста. За большие деньги напишут. Хип-хоп. Хип-хоп. У нас просьба к тебе. А тут всё не в деньгах, а всё, мне кажется, такое. Просто вот или ты написал, или не написал, да? Не жалко. Уважаемый, у нас минута остаётся, мы в эфире пионерской радиостанции. Яночка, от тебя, твои песни у нас играют, ты сама, знаешь, не по-детски, и в то время, когда мы вещали в Москве, сейчас в 25 городах, Нижний Новгород, Пермь, весь Пермский край, Соликамск, Кунгур, Чайковский, Березняки, Анжера-Суджинск, я могу перечислять, долго их много, городов, Ульяновская область, Инза, вам отдельный привет, Ульяновск, нас смотрят телезрители 8-го канал. У нас нет клипа твоего, мы не можем показать зрителям 8-го канала клип, но мы ещё не сняты до конца, да? А ты можешь напеть нам, у нас 20 секунд, песню для слушателей, уходят слушатели просто. А давайте вместе тогда споём «Одинокого голубя», да? Мы знаем только припев. Давайте припев споём. Давай, на счёт три, раз, два, три. «Одинокий голубь на карнизе за окном, смотрит на меня, стучится в дом, может, так же ты ко мне придёшь, и всё поймёшь, ты всё поймёшь». Вот так, радиослушатели, пока реклама, коротко, после этого встречайте Андрея Богданова. Мы продолжаем, телезрители, для вас телеверсия уже в 100% телеверсия. Напоминаю, что, Яне, может, вдруг тебе что-то кто-то хочет написать, тёплые слова какие-то. Смотрят сейчас «Комсомольск на море», «Владивосток», «Казань», «Сыктывкар», «Самарская область», «Самара», «Тётя Вера». Спасибо огромное, супер. И «Самара, привет». Супер утро получилось. Стрелец, кстати. У тебя какой знак, СДЯК? Козирог. Вы хочешь? Вот, я хотела сказать ещё вот про радио «Пионер». Да, единственное радио, которое меня поддерживало вот до, как бы, до последнего, потому что я видела только... Да, совершенно лень. Да, да, потому что «Ох, не надо», но никто его не ставил. Никто не ставил в эфир. Это единственная радиостанция, потому что это всё можно видеть. Да, мне очень приятно, поэтому я здесь, и я не на каждую передачу пойду, потому что мне приятны вот люди. Вы могли бы ещё это, на запись это сказать? Козирог, да. Что касается козирогов, сегодня, кстати, вот совпало, а сегодня у козирогов какие-то встречи, они могут быть знаковыми, которые положат начало либо дружбе, либо роману, поэтому внимательно смотрите на тех, с кем вы сегодня будете общаться и знакомиться. Это козироги. Как-то астрологически. Да, да. И очень просят Самара, стрельцы ждут прямо у телевизора сидят, ждут про стрельцов. Скажи что-нибудь. У нас иногда бывает такое. Телезрители для вас, да. Стрельцам очень хороший день для стрельцов, для того, чтобы посетить каких-то друзей, родных. Кто-то очень хочет вас видеть и скучает. Вспомните, кто это. Спасибо, спасибо огромное. Янечка, вот что касается город-городец, да, у нас был, Илюха смотрит, огромное количество. Есть какие-то воспоминания? Я насколько помню, вот я-то следил за тобой, как мог, туры у тебя были в сумасшедшей графике, чуть ли не концерты каждый день, да, такая штука у тебя была раньше. И ты сама ездила? Кто тебя продюсировал тогда? С кем ты работала? Ну, у меня был продюсер, да. Ну, просто как бы время прошло, я всем благодарна, что они в моей жизни были, да. Ну, они поняли, что ты с ребенком, с тебя больше ничего не сошкуришь или на родину? Ну, я думаю, что немножко, может быть, и по-другому было. Я все-таки второй альбом записала, а его почему-то не выпустили. Это очень тоже странным кажется. А куда сдавала какая-то компания? Ну, вот продюсер как раз и не выпустил. Это было странно. То есть рождение ребенка ни на что не должно было сказаться. Но раз такая ситуация сложилась, я занялась, естественно, маленьким. А вот тот альбом не выпущенный, может быть, час в годы прошли? Ну, естественно, потому что и все права мне принадлежат, и все мои обязанности, все мои мысли. Вы знаете, я не могу судить, я не могу судить об этом. Хит у меня, не хит. Мне нравится то, что я делаю. А уже люди как бы оценят, нравится им это или нет. То есть моя задача как бы дарить хорошее настроение. Я думаю, никого не обидим. У нас программа популярна. А ты следишь за тем, что делают коллеги по цеху? Ну, к примеру, давайте так, я вот как человек, который производит радио и частично появляется в телевизионном экране. Да, на голубом телеэкране появляется в зеленый... В стразах майк. Да, в стразах майк. Красивая майк очень, прям замечательно. Так, внимательно слежу. И вот главные хиты последних, извините, двух лет. Безусловно, это наша коллега по цеху Наталия с песней «О боже, какой мужчина». Пока переплюнуть никто не смог. Таня Буланова написала неплохую песню. Она на дискотеках так себе, Танюш, а в эфире радио тестируется хорошо. «Димка, мой любимка». Ну, это такой ответ на «О боже, какой мужчина». А я не слышала. «Димка, мой любимый». Да, «Димка, мой любимый». Ну, зайдешь в интернет, послушаешь. У нас играет на пионерской нашей радиостанции. Это недавно побывавшая у нас в гостях группа «Гвозди». Молодой коллектив, интересная. Ну, которые выстроили, они через интернет. Сейчас можно через интернет проходить очень быстро. Они написали песню «Еду за солярой». Это такой хит, который по стране по интернету шурует. Такое высокоинтеллектуальное творчество. Ну, что делать? Страна-то у нас, извините, такая. Как происходит популярность или продвижение песни? Сначала, это не Москва продвигает, ребята. Сначала должен принять народ. Страна принимает. А потом уже песня приезжает в Москву. И уже в Москву приезжают люди и говорят, «Да что у вас нет этой песни «Еду за солярой, лошары». «Что у вас за радио, лошары?» Вот так. Поэтому это то, что я смог вспомнить. Ну, конечно, вне просто конкуренции Григорий Лепс. Могу сказать, где живет в Москве, но он про себя не говорить. Значит, и, конечно, есть некий пласт, в котором всегда будет военга и Стас Михайлов, но туда лучше не ссываться. Нам с гитарами. Кстати, забыла сказать, если Лепс по исполняемости в караоке первое место держит «Дрюмка водки» на столе, то ведь ваша песня, она тоже среди лидеров до сих пор, да, «Одинокий голубь», который исполняет заказ в караоке. Проверяли. Да, я... Браво! Вот это уже в караоке. Кто в караоке, кого в караоке поют, кто-то популярен. Да. Сказал Валерий Жуков и продолжил выступать с группой «Жуки». Скажи, к чему веду-то? А, вы знаете, кстати, что спел Лепс, как ни читай, будет одинаково? Спешно. Скажи, ну вот ты следишь за тем, что происходит, ты что-то считаешь, кого-то считаешь очень успешным, может быть, из молодых проектов, ты такой умудреный опытом актриса, артистка, певица и так далее. Ну, Лепс, безусловно, он успешный. Парень, который достойный у него харизма есть, да, вот, подача вокальная. А если вообще назад отодвинуться далеко-далеко, самые яркие вот за 20, давай до 20 лет, самые яркие проекты, ну, 15 хотя бы, которые были сделаны в России, вот достойны твоего личного внимания, как музыканта. Ну, знаете, ну, пусть еще этот момент, чтобы другие артисты не обижались, ну, с моего мнения, да. Скажи все. Хочешь понравиться, скажи все. Да, все. Все прекрасно. Все прекрасно по-своему. Слушает, Яна слушает вас и наслаждается. У нас буквально 2 минуты, 3 минуты на общение с тобой, и мы тебя будем в хорошем смысле прогонять. Выгонять, как сказать. Выгонять, да, из студии. Да, и так, Яна в гостях, телезрители, спасибо огромное. Все-таки яркие воспоминания, я про гастроли все пытаюсь, какой-то город, можешь вспомнить, мы вдруг нас там... Где принимали лучше всего. Да, мы принимали какое-то яркое воспоминание. Мне вот запомнились вот Самара, Тольятти. Самара на связи у нас, смотрят зрители самарцы. Мне очень там прям комфортно было. Самаритяне. А отдыхать где вы любите с дочкой? Куда ездить? Если да, куда ездить? Я уже где-то говорила, да, что вообще я в Болгарию, я ее вывожу, она целое лето, и она у меня там летом, ну, детям хорошо. По Болгариям третесь? Песочек, да. Братушка, по Болгарке. Болгарка, братушка. Ну, я не совсем Болгарка. Ну, ничего, ничего. Друзья мои, если у нас буквально несколько секунд остается, Павел, вы все, что хотели, узнали, телефончик взяли, да? Павел Паньков, знаменитый, если б не он, не я. Если б не ты, не я. Гениально, сказано, что не сотрешь, товарищи, восьмиканальные зрители. Ирина Хохлома, вы добьете тему? Вот этот компрометирующий вопрос. Вопросов у меня нет, действительно, мне было приятно познакомиться с Яной, и я просто хочу пожелать удачи, чтобы второй альбом вышел, и много было концертов, и чтобы произошло, это второе возвращение, и мы вместе порадуемся. Ну, второй альбом, я записала сейчас третий, и пишу уже четвертый, то есть я не остановлюсь, поэтому очень будет много музыки, я максимально сделаю то, что я вот упустила, да, какой-то момент в жизни, я сейчас буду... Наверстать. Наверстать, да, и причем... Можно я дурацкий? Можно быстрее. Со времен Акул-Пера, мой любимый, а как рождается песня у Яны? Со времен тренированных, а Кушнашвили научила, говорит, знаете, хочешь убить в конце, спасибо. Страшно даже думать там не о музыкальных инструментах, то есть я подхожу, я могу вот за один, то есть я беру гитару, и я могу сразу не одну песню написать, то есть у меня из одной в другую, да, то есть я в день могу даже 10 песен писать, это странно смотрится, да. Ну, талантливый человек. Ну, вот откуда ты, вот, да, потом приходится, я не успеваю их даже разбирать, эти песни, даже если я не смогу вдруг писать, как бывает, человек исписался, да, то у меня есть с чем работать. Дальний Восток тебя спрашивает, на каких музыкальных инструментах играет ваша гостья? Геннадий, спасибо за вопрос. Флейта, фортепиано, гитара, ну и плюс я сама аранжировщик, делаю аранжировки, разбираюсь в музыкальных программах, вот так, похвастаюсь. То есть получается, что такое серьезное музыкальное образование есть, да, основа? То есть я являюсь и саунд-продюсером, да, и музыкальное образование есть, и вокальное, и... Можно я, кстати, коснусь, коснусь, вдруг энергетика перейдет, какой-то талант. Ну, раз Яна разбирается в музыкальных программах, наша музыкальная программа... Спасибо, что пригласили, очень приятно. Мы желаем, ребята тебя на вы называют, я на ты, ну, понятное дело, столько нет вместе. Вообще по этикету, по этикету, девушка должна предложить мужчине перейти на ты. Она мне предложила? До этого времени, и он на мысль не обращается. Либо ведь мы на ты перейдем, либо я из гримерки не выйду, она сказала, пришлось. Мне нравится более простое общение, поэтому я не люблю, когда говорят там, Яна Алексеевна, вот, ну, часто вот у меня даже и поклонники пишут так же. Вот, меня можно найти... Какие культурные поклонники? А есть же в социальных сетях, да? Да, они, так уважительно относятся. В фан-группах все это есть? Да, я есть, но я еще их не развивала, как говорится, то есть это же какой-то там пиар нужно делать. Ну, конечно. Я занималась музыкой, поэтому у меня группа маленькая, но меня можно найти в интернете. Яна Алексеевна, ваши теплые слова нашим теле... Сейчас телезрители, радиослушатели слушают песню вашу, Яна Алексеевна. Ваши теплые слова, кроме слов уже говорили, варежки, валенки, батареи. Теплые слова нашим радиослушателям. У нас огромное количество молодых родителей, домохозяек, мамулик смотрят, по всей стране 8 канал бдят. Это, знаешь, как люди шарят, шарят по каналам. Раз, многие первый раз включили передачу, а кто это такая красивая в очках? Опа, а это ты! Понимаешь? Теплые слова нашим телезрителям. Да, всем желаю любви, здоровья, слушать хорошую музыку, всем хорошего настроения. Ну, так вот. Спасибо. Тепла. Сказала, не смотрю, я предлагаю ее не выгонять, а оставить до конца. Передача, тем более, остается две минуты посидеть, приобщиться к искусству. Помолчим. Да, тем более, что в Ютьюбе повтор на сайте 8 канала. Кстати, если вы не успели посмотреть нашу программу, заходите, вдруг включили, уже финал. Ну, несмотря на повтор, на сайте 8 канала 8TV.ru, вы можете увидеть самый яркий, а у нас что не программа, то ярче другой. Вы можете увидеть нашу передачу. Плюс к этому, в присутствии Яны, а я думаю, она не будет ревновать, в следующих программах у нас в гостях Светлана Гера, участница группы «Стрелки». Первый состав, что удивительно, только лучшие приходят люди, не заметь, ни 6-й, ни 7-й, ни 8-й, ни 12-й, ни 24-й, ни 95-й, да, там, Светлана Гера появится. Ты, кстати, извини за банальность, как только снимешь клип, мы тебя зовем, и премьеру можем сделать на 8-м канале. Спасибо большое. Кстати, очень талантливая девушка, она очень... Гера? Я просто видела, как она выступает, работает, мы в одном месте с ней работали, то есть она сама приятная, культурная. Где вы работали? Я сидел за столиком и смотрел. В одном мероприятии. Мне кажется, у нас одна минута остается, я тебе хочу сделать комплимент, несмотря на твой талант, я знаю, что такая с харизмой дама, и, скажем так, своего не упустишь, правильно я понимаю, но ты еще и скромный человек, что удивительно. Ну да, как-то скромная, и вроде наглость какая-то есть, да, она присутствует, но она какая-то скромная, действительно. Да, в этот момент у Панькова пропал кошелек. Короче, уважаемые друзья, певица Яна стала гостей, надеюсь, вам понравилось, взбодрилили как могли, быстрее секунды окончания, Паша, от тебя. Ой, все, хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра, у кого что, как будто. Ира Анатольевна. Я тоже хочу пожелать всего самого доброго и сказать стрельцам, Вера, специально для вас, что сегодня пользуйтесь моментом, будут верить сегодня каждому вашему слову все. Хорошего дня и удачи. Смотрите нас в повторах. Яна тоже машет рукой, так как она в кадре. До свидания. Да, до свидания. Спасибо. Продолжение следует...